Бегите! Прячьтесь! Закрывайте дверь! Он идет! Бегите! Ребят, я тут из села кабачки привез. Кому нужно? Кому? Вот. Раньше это был диковинный овощ, и икра из него считалась заморской. Сейчас он распространен настолько, что многие уже не знают, куда его девать. Как вы могли догадаться, речь идет о кабачке. В эфире сценарий цен. Меня зовут Иван Сапелкин, и сегодня вы узнаете. Откуда взялся кабачок? Как его выращивают? Какая в нем польза? А также как выбрать качественный продукт и сколько он стоит? Изначально кабачок выращивался в районе Центральной Америки и Мексики, примерно 5000 лет назад. Позже, во время великих географических открытий, кабачок попал в Европу. Долгое время его использовали как оранжерейное растение, и только спустя почти 200 лет его стали употреблять в пищу. К нам же он попал лишь в 19 веке, но быстро завоевал народную любовь. С момента распространения кабачка по миру, его, как и многие другие дары природы, не обошла стороной Великой Адландселекции. После чего он вышел из разряда диковинки и стал повсеместной овощной культурой. Кстати, со стороны ботаники кабачок считается ягодой, а вот с кулинарной стороны он все же овощ. Так или иначе, сегодня кабачки заполонили многие огороды. В связи с чем, каждый год актуальны шутки на тему того, что одни люди усердно ищут с кем бы поделиться очередным богатым урожаем, а другие также усердно ищут способы пропасть из вида первых на это время. Кабачок – это культура довольно-таки легкая в выращивании для фермера, для производителя. Выращивается из семян, сажается в поле. Довольно-таки маленький вегетационный период, порядка 40 дней после всхода растение начинает отдавать первые плоды кабачка. Изначально готовится почва в поле, сеется семечком кабачок, семена используются и российские, и импортные для выращивания у нас там, например. Сажается семечко вручную или с сейлками, ну я знаю, что в больших хозяйствах сажается с сейлкой. В течение вегетационного периода начала роста практически не требует никаких усилий от фермера, кроме как полива. И в дальнейшем кабачок дает через 40 дней первый плод. Плоды собираются от 15 сантиметров и выше. Желательно собирать именно так, чтобы он не мог поцарапаться. Сортов у нас очень много, причем отечественного производства. Это как и белоплодные, желтоплодные кабачки, цукини всем известные. Основные районы у нас возделывания, это как всегда наши индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, Левокумского, Нефтекумского района, Изобильницкого района, также Кировский район, Георгиевский район, понемножку возделывают, скажем так. Ну и также, конечно же, и сельхозпредприятия, но, конечно, в ограниченном количестве. Благодаря все той же селекции миру известно большое количество видов и сортов кабачков. Один из самых известных представителей итальянской селекции – цукини. По сути, это все тот же кабачок, но отличия все же имеются. У цукини, как правило, более темный цвет кожицы, бывает даже в полоску, более правильная форма, из-за чего его иногда путают с огурцом, а также сами плоды обычно размером меньше, с тонкой кожурой и небольшим количеством семян. Некоторые гурманы утверждают, что и вкус у цукини иной. Как минимум, он менее водянистый, в отличие от кабачка. Сельхозтоваропроизводители, которые возделывают кабачки, имеют свои лаборатории. Они делают первичные анализы как на показатели качества, так и на показатели безопасности. Это и остаточное количество пестицидов, агрохимикатов. Ну и также обязательно оформляется сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат безопасности, который можно проконтролировать непосредственно в системе, в которую вносятся результаты исследований, так и у самого реализатора, который занимается продажей выращенной продукции. Для того, чтобы контролировать качество при сборе, мы очень тщательно разговариваем с работниками непосредственно, которые собирают на поле кабачок. И, конечно же, контролируем при приемке этого товара уже на торговой точке или на приемном складе. Вот. Смотрим, чтобы не поцарапаны. Самое главное – не царапаны. Первую продукцию, которую мы получаем, мы сдаем на анализ, чтобы сделали анализ и предоставили нам сертификат качества, чтобы не превышало допустимые нормы определенные показатели. В дальнейшем этот продукт идет на прилавок. Кабачок – универсальный овощ. Он гипоаллергенен, за счет чего рекомендован к употреблению среди всех возрастных категорий – от грудничков до пожилых людей. Также кабачок считается диетическим продуктом. В 100 граммах кабачка – около 20 килокалорий. Помимо этого, в кабачке содержится множество витаминов и других полезных веществ. А употребление кабачка помогает снижению отечности, улучшению состояния кожи, волос и ногтей, повышению иммунитета и снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Но, конечно же, нужно помнить о том, что в жареном блюде остается меньше полезных веществ. Для того, чтобы их сохранить, специалисты рекомендуют готовить кабачки на пару. Для того, чтобы выбрать, в принципе, любой продукт, конечно же, первым – это визуальный эффект. Если он вам нравится визуально, это уже положительный момент. Если кабачок сморщенный или сильно поцарапанный, это уже второсортный. То есть его можно использовать на делание икры, на переработку. Но для того, чтобы покупать, я бы не купил бы. Да, вот так. То есть внешне нужно осматривать кабачок. Если он хорошего качества, он будет и выглядеть хорошо. Нужно смотреть на место срыва или обрезки кабачка. Если там не засохша, то это свежий кабачок. Если вот там уже давным-давно засохша и кабачок вялый, ну, естественно, он уже лежит там не первый день, может быть, даже не первую неделю на прилавке. Из-за этого нежелательно его брать. Для того, чтобы купить вкусный, качественный кабачок, можно прийти как на рынок, реализация осуществляется так, и в овощных магазинах. Во всех супермаркетах также мы видим кабачки, причем практически круглый год. То есть если мы в летний период, на сегодняшний день уже начался у нас сбор кабачка, и если мы видим на рынке и в супермаркетах, в овощных магазинах сейчас кабачки, то это, скорее всего, произведенные у нас в Тавропольском крае у фермерских хозяйств либо у сельхозтоваропроизводителей. При этом кабачок должен быть выровненный, выполненный однотонного цвета, то есть без пятен, без вмятин, и не дай бог, конечно, чтобы там были какие-то загнивания. Кабачки, особенно в сезон, вообще несложно найти практически в любом магазине. На данный момент сезон только-только начинается, ну, пока мы снимаем. Тем не менее на рынке уже достаточно много этих зеленых подолговатых красавцев. Стоят они здесь от 70 до 150 рублей за килограмм. Что самое интересное, цукини здесь тоже есть и стоят в районе 80 рублей за килограмм. И есть даже маринованные кабачки, и стоят они 70 рублей, правда, за 100 грамм. То есть 700 рублей за килограмм. В то же время кабачки можно найти и в гипермаркетах. Здесь, например, они стоят 110 рублей за 1 килограмм. И, кстати, здесь же можно найти и цукини – 120 рублей за 1 килограмм. И, конечно же, кабачки можно найти в сетевых магазинах. Здесь, например, они стоят 84 рубля за 1 килограмм. В стоимость кабачка первая входит, это реализация, это самый большой процент себестоимости. Второе, это выращивание, непосредственно агрономические технологии и агрономические процессы, которые очень большую роль играет себестоимость ГСМ и, естественно, возделание земли. Это если на пленке, то пленка, используется полив, в зависимости от того, если капельный полив, то это недорогой полив. Если полив орычный, так называемый, он более дорогой. Если со шлангой, то еще дороже. В себестоимость входит это и обработка почвы, это и применение удобрений, средств защиты растений, приобретение семенного материала. Естественно, импортный семенный материал будет гораздо дороже, чем отечественный, Поэтому на сегодняшний день все направлены на то, чтобы было в достаточном количестве и видов, и сортов, именно кабачков, и не только, всех овощных культур, чтобы мы не были зависимы от импорта. Думаю, многие из вас хотя бы раз в жизни пробовали жареные кабачки или даже торт из них. В целом, это самое популярное блюдо из этого овоща. Но если хотите чего-то нового, то попробуйте кабачки с творогом в духовке. Рецепт вы можете увидеть на экране. Чтобы приготовить это блюдо, разрежьте кабачок вдоль на две части и удалите ложкой сердцевину с семечками. Приготовьте начинку, смешав творог, куриное яйцо, зелень, чеснок и соль. Выложите кабачковые лодочки на промасленную фольгу в противне. Распределите равномерно начинку, посыпьте сверху тертым сыром. После чего поставьте противень с заготовкой в духовку, предварительно разогретую до 160 градусов, и выпекайте 20 минут. Через 20 минут увеличите температуру до 180 градусов и выпекайте еще столько же. Готово! Приятного аппетита! На производство кабачка санкции вообще никак не повлияли и не будут влиять, потому что это продукт довольно-таки распространенный. Семян более чем достаточно, не вижу никаких проблем с санкциями. Сейчас фермер или сельхозпроизводитель, он перестраивается. Ну, не думайте, что фермеры глупые люди. Естественно, если он раньше использовал импортную технику, а сейчас проблемы с запчастями из-за рубежа, естественно, он будет избавляться от этой техники и покупать либо белорусовскую, либо российского производства технику, которая выполняет тот же процесс и те же функции в поле, что и импортная техника. Импортная техника, она была в чем? Она более надежна, более технологична, может быть. Ну, в принципе, если взять овощи, тут проблем я не вижу. Государством осуществляется государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей. В этом году, значит, уже возместили затраты сельхозтоваропроизводителям, конечно же, не в полном объеме, а частично затраты, понесенные ими в прошлом году при возделывании овощей. Возмещено 47 миллионов сельхозтоваропроизводителей, которые участвовали у нас в отборе, уже получили данную субсидию. Подведем итоги. Кабачок действительно универсальный овощ. Он не только способен помочь вам пережить диету, но и в целом приятен и питателен. Главное не забывать об индивидуальных противопоказаниях и мере. Перед покупкой обращайте внимание на следующие факторы. Внешний вид. На поверхности овоща не должно быть темных пятен, вмятин и каких-либо других повреждений. Ладоножка должна быть зеленой и без признаков гниения. Размер. Небольшие плоды имеют более сильный аромат и нежный вкус. Также они прекрасно подходят для консервирования. Крупные плоды позднего созревания уступают небольшим во вкусе и содержат в себе большие семечки, но дольше хранятся. Плотность. Кабачок должен быть упругим и не проминаться при нажатии пальцем. Если это не так, то лучше отказаться от такого овоща. В остальном, как и всегда, выбор за вами. Это был Сценарий Сент. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова